Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Андрей и вы смотрите канал Технотерм. Очень часто наши покупатели, а также вы, дорогие зрители, задаете вопрос, что же все-таки экономичнее в использовании в системах отопления? Все-таки свет или все-таки газ? И если все-таки газ экономичнее, то насколько разница существенна? В этом видео постараемся емко, кратко и понятно ответить на этот давно волнующий вопрос. А почему этот вопрос возникает? Ответ тут достаточно банальный. Счета за газ и за свет нам приносят в разных единицах измерения. Если за электричество мы платим за киловатт и часы, то за газ мы платим за каждый потребляемый кубический метр природного нашего ископаемого. Поэтому тут возникает вопрос, как все привести к единому знаменателю и понять, насколько существует разница между газом и электричеством в плане энергопотребления. Будем разбираться в этом вопросе подробно. Итак, поехали! Какие-то термины в данном ролике вам могут показаться странными и малознакомыми. Хотя на самом деле каждый этот термин вы могли слышать в курсе школьной физики. Но школьная физика у всех была достаточно давно. И в принципе многое из курса школьной физики мы вообще в принципе не хотели запоминать. Поверьте, и сейчас те термины, которые вам не будут объясняться, они скорее всего вам в жизни не понадобятся. Наша задача просто понять, что экономичнее, газ или свет. Поэтому не вся информация в этом ролике будет раскрываться подробно. Если что-то вам будет интересно, просто вбейте в поиски нужную вам информацию, получите обязательно ответ. Теперь вернемся к теме. Итак, для газа существует такое понятие, как удельная теплота сгорания. И в разных источниках эта цифра варьируется от 33,5 тысяч килоджоулей на метр кубический до 36 тысяч килоджоулей на метр кубический. Почему такая разная величина? Да по той простой причине, что газ, как и практически все энергоносители, он имеет разную энергоемкость в зависимости от того, как он обрабатывается, как добывается и так далее. Поэтому в зависимости от той страны, куда поставляется какой-то определенный газ, там и величина удельной теплоты сгорания, она будет отличаться. Поэтому не пугайтесь. Также для газа существует понятие такое, как калорийность. И в некоторых странах счета за газ приносят именно в калориях. Калории, в принципе, вам цифра знакомая. По сути, вы с ней сталкивались, когда у вас что-то было желание похудеть, как-то пищу подобрать или еще что-то. То есть все, что связано было с питанием. Но на самом деле калория – это единица энергии, которую нужно затратить для того, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус при давлении в одной атмосфере. То есть это такая стандартизированная единица измерения энергии. Чтобы понять, сколько мы можем выделить мощности с 1 куба газа, нам нужно удельную теплоту сгорания поделить на наше с вами время. Обычно нам счета переносят в киловаттах-часах за электроэнергию, поэтому нам также нужно поделить на час нашего с вами времени. Ну а в системе Си за единицу времени принято считать именно секунду, а не час. Поэтому 33500 кДжоулей мы делим на 3600 секунд. И получаем примерно 9,3 кВт. Это столько мощности можно выделить с 1 куба газа за час нашего с вами времени. Можно сказать и так. Теперь все становится куда понятней. 1 кВт электроэнергии это 1 кВт тепловой энергии. 1 куб газа это 9,3 кВт тепловой энергии. Все, что вам остается, это поделить стоимость газа на 9,3 кВт. И вы получите, в принципе, разницу между стоимостью электроэнергии и стоимостью газа. Но не стоит забывать, что современные наши с вами котлы не имеют 100% КПД. Современные, традиционные, настенные, газовые, конвекционные котлы имеют КПД примерно 90%. Да, вы увидите в техпаспорте обязательно КПД выше 92-94%, а может быть даже и больше. Но важно понимать, что такое КПД достигается при условиях, что газ у вас идеальный и котел работает на максимальной мощности. В остальных случаях КПД будет чуть-чуть ниже. И поэтому в среднем мы получим цифру примерно 90%. С электрокотлами все гораздо скучнее на самом деле. Там КПД примерно 99-99,5% в зависимости от производителя. Поэтому не вижу смысла как-то учитывать вот эту вот разницу в 1% с электрокотлами. Застрим внимание на газовых котлах. Давайте получим, какую полезную мощность мы можем выделить с одного куба газа. Мы берем 9,3 кВт и умножаем на коэффициент 0,9. Это как раз-таки наши с вами 90%. И получаем примерно 8,37 кВт полезной мощности. То есть это та гарантированная мощность, которую мы получим с одного современного газового котла. Теперь берем стоимость газа и делим на коэффициент 8,37 кВт. И получаем как раз-таки итоговую стоимость за 1 кВт. Сравниваем ее с электричеством, сравниваем ее с газом и получаем совокупную разницу между стоимостью 1 кВт электроэнергии и 1 кВт газа. То есть все банально и просто и как-то так. Как вы знаете, во многих странах существует сложная система тарификации электричества. Порой выбор тарифа по электроэнергии равняется выбору тарифа у сотового оператора. Также все замудрено. Поэтому, в принципе, бывают тарифы несколько ступеней, где мощности используются по разным ценам. Бывают тарифы ночные, бывают тарифы специальные для отопления. Все зависит от того, где вы проживаете и какие у вас условия. Так вот, в нашей стране везде введена двухступенчатая система тарификации электричества. Электричество у нас крайне дешевое. Первые 700 кВт мы оплатим всего по 70 копеек. То есть, в принципе, если вы живете в небольшом доме, в межсезонье даже выгоднее включать обогреватель и, в принципе, не пугаться за большие счета электроэнергии. Но вот последующие кВт уйдут уже по стоимости 2 рубля 26 копеек. При этом газ куб у нас стоит 16,5 рублей. Да, ребят, не пугайтесь. Мы страна, которая не имеет своего газа. Поэтому пользуемся тем, что имеем и пользуемся вот по такой цене. Но я понимаю, что где-то есть цена и выше. Так вот, посчитаем теперь на примере нашего с вами домика старого, где мы снимали систему как раз-таки комбинированного теплого пола. Посчитаем, сколько примерно у нас будет стоить газ и сколько примерно электроэнергии. Вернее, стоимость газа мы уже знаем. В месяц, примерно зимой, данный дом потребляет 350 кубов газа. По стоимости 16,5 рублей это 5 775 рублей. Если высчитывать полезную мощность, которая нам требуется, то это 2930 кВт нам потребуется полезной мощности. Как мы знаем, электрокотлы у нас практически идут без потерь. Поэтому посчитаем, сколько будет это стоить, если мы будет топились с вами электричеством. Берем первые 700 кВт, считаем по тарифу 70 копеек. Последующие кВт считаем по тарифу как раз-таки 2,26 рубля. Или правильно, 2 рубля 26 копеек. Получаем сумму примерно в 5530 рублей. То есть, в нашем случае, в домике 120 квадратов, немножечко выгоднее топиться даже на электричестве. При условии, что электричество стабильно, само собой. И оно есть, и с ним ничего не происходит. Потому что газ относительно более стабильный источник тепла. В нашем случае. Так вот, в принципе, для небольших домиков даже порой выгоднее использовать электроэнергию. А вот если мы уже строим более большие дома, там уже в силу как раз-таки вступают законы как раз-таки хорошего такого газового котла, который, я думаю, полезнее будет поставить, чем пользоваться электрокотлами. Вот как-то так. На вашем примере вы уже можете посчитать самостоятельно, исходя из своей тарификации. Что касается тех, кто получает счета за газ в потребляемых калориях. Тут чуть-чуть все сложнее. Для каждой страны существует свой регулирующий орган, который имеет свои единицы обозначения. Грубо говоря, свои коэффициенты. То есть, 1 киловатт это будет примерно столько-то калорий и так далее. Вот на экране вы сейчас можете видеть пример. Для Украины исчисление как раз-таки, что, чему и как равно в итоге. Поэтому в зависимости от той страны, в которой вы проживаете, если вы получаете счета в калориях, вот эти коэффициенты могут меняться. Но, найдя информацию об этих коэффициентах, вы можете быстро посчитать, сколько это будет в киловаттах и приравнять уже в итоге к электроэнергии. Ну, в принципе, все. Надеюсь, не слишком все было замудрено. Надеюсь, все вам было понятно и это видео было для вас полезным. Теперь вы можете без зазрения совести посчитать. Допустим, во сколько вам обойдется электроэнергия, во сколько обойдется газ. А если вам предлагают подключать газ по конским ценам за проведение трубопровода, там, я слышал, что порой цифры доходит до 500-700 тысяч рублей, а это прям за предельные цифры, вы можете посчитать, через сколько вообще вам эта инвестиция купится и стоит ли вообще сейчас об этой инвестиции заморачиваться. На этом, в принципе, все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых наших видео. До скорых встреч. Меня зовут Андрей, вы смотрели канал Технотер. Если понравились такого рода форматы, такие ролики, где много говорим про цифры, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что есть, что еще вам рассказать. До скорых встреч.